В течение первых двух месяцев этого года в Магнитогорске официально зарегистрировано 130 фактов мошенничества. Новая форма обмана, которую все чаще практикуют злоумышленники, виртуальное оформление на жертву банковского кредита. Продолжит Юлия Никифорова. Только в течение последней мартовской недели от деятельности мошенников пострадало двое жителей города Магнитогорска. На женщину обманным путем злоумышленникам удалось оформить кредит в размере 200 тысяч рублей. Второй пострадавший, рассказывают представители пресс-службы УВД, молодой мужчина, работник градообразующего предприятия. В дежурную часть отдела полиции Левобережной обратился 37-летний мужчина, житель нашего города, который пояснил, что ему поступил звонок. Представились с сотрудниками службы безопасности банка. В дальнейшем сказали, что оформлена заявка на кредит, и если он ее не оформлял, необходимо аннулировать. Для того, чтобы произвести эти действия, так как это служба безопасности, нужно продиктовать всю информацию, которая поступала в смс-сообщениях. Когда он все продиктовал, то есть он продиктовал коды доступа к своим данным, естественно, он при помощи этой информации подтвердил свою личность. Потом получил в приложении смс-сообщение о том, что на него оформлен кредит в размере более 670 тысяч рублей. Мошенники могут позвонить кому угодно. Не застрахован никто, даже сотрудники полиции. 20 марта 2020 года, уже в вечернее время, мне на сотовый телефон раздался звонок, где мужчина, представившись сотрудником банка, одного из известных нас в городе, довел такую информацию, что на мое имя висит заявка на кредит. Подтверждаете ли вы это или нет? На что я сказал, нет, не подтверждают. Тогда мужчина сказал, что нужно будет продиктовать сейчас смс-коды, которые будут поступать вам на сотовый телефон. Я после этого разговор прекратил и звонок скинул. Прекратить разговор – это первое, что нужно сделать человеку, когда ему по телефону неизвестные люди предлагают решать финансово-кредитные вопросы. На своем экране вы видите номер телефона, с которого поступил звонок Николаю. По словам полицейских, подобный номер с кодом города Москвы можно назвать типичным для мошенников. Дозвониться по нему так и не удалось. Николай обратился в банк, где окончательно подтвердилось, что никакой заявки на кредит нет и не было. Ему звонили мошенники. Самое печальное в том, что с точки зрения закона мошенники оформляют дистанционный кредит верно. Жертвы сами диктуют злоумышленникам свою конфиденциальную информацию, коды доступов, чем подтверждают свою личность. Так что еще раз напоминаем горожанам – будьте бдительны, ваша безопасность в ваших же руках.